Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Сарглана Захарова. Шесть спортсменов, включая Кулижникова и Юскова, еще сохраняют шансы выступить на Олимпиаде, сообщают федеральные СМИ. Речь идет о представителях сборной России, которых отстранили от участия из-за допинговых скандалов. В их числе и конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков. Иск этих спортсменов в ускоренную панель спортивного арбитража уже подали. Также велика вероятность попадания в списки участников игр у биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых. Что в шорт-рекистке Татьяны Бородулиной и прыгуна с трамплина Дмитрия Васильева. А тем временем адвокат спортсменов Филипп Берч сообщил, что САС объявит решение по апелляциям 47-и россиян в течение 24 часов. В Хенчхане завершилось заседание выездной панели арбитража. Заседание завершено. В течение 24 часов САС объявит решение по апелляциям 47-и россиян. Все наши аргументы были услышаны на заседании в четверг, сказал Берч журналистам. Ранее апелляции на решение комиссии МОК отказать. В приглашениях на Олимпийские игры 2018 подали 32 российских спортсмена, а также 13 спортсменов и 2 тренера, оправданные ранее спортивным арбитражным судом. Но так и не получивший приглашения МОК для участия в играх 2018. Отмечу, что Олимпиады стартуют уже завтра. Якутский бильярдист Никита Потапов подтвердил свое лидерство на Дальнем Востоке. В Хабаровске завершился турнир памяти Олега Вишнякова, передает спорт Якутии со ссылкой на Федерацию бильярдного спорта Республики. На соревнования по московской пирамиде с призовым фондом в 300 тысяч рублей собрались сильнейшие спортсмены Дальнего Востока. Якутию представили 9 человек. Альберт Алексеев, Евгений Байшев, Мария Бельчусова, Ульяна Егорова, Артем Ефимов, Василий Кудрин, Андрей Сафронов, Никита Потапов и Никифор Петров. Стоит отметить, что девушки боролись наравне с мужчинами. Хорошие результаты показал Никита Потапов. Первые два круга он уверенно выиграл у своих соперников, но в полуфинале проиграл представителю Кыргызстана. Тем не менее, с учетом уверенной игры на зимнем чемпионате, Никита стал одним из региональных лидеров. В Мирном началась спартакиада. До призывной молодежи районные соревнования стартовали в 12-й раз и посвящены предстоящему Дню защитника Отечества в 75-й годовщине Сталинградской битвы и столетию военного комиссариата. Три дня 17 команд будут соревноваться в семи дисциплинах. Это строевой смотр, общая армейская физическая подготовка, разборка и сборка АК-74, стрельба из пневматической винтовки, бег на тысячу метров. Военизированное эстафета и плавание. Итоги подведут 10 февраля. Спартакиада призывной молодежи проходит в 12-й год подряд, но этот год особенный, потому что в этот год у нас участвуют практически все общеобразовательные учреждения Миринского района. Нынче нам удалось привезти из поселка Айхала города Удачно 4 команды. Небывалые схватки прошли в городе Вилюиск. Там состоялись районные соревнования по вольной борьбе. Приняли участие в них больше 200 человек, начиная от молодых действующих спортсменов, заканчивая ветеранами. Готовились к событию целый год, как говорят организаторы. Таких насыщенных состязаний не было уже давно. В Вилюиском Улусе впервые проходят крупные соревнования с большим количеством участников. В целом в Настлигах стали больше уделять внимание распространению здорового образа жизни. И зрителей много. Здесь недавно открылся большой спортивный комплекс. В скором времени здесь состоится кубок по Масреслигу. С разгромным счетом 6-0 одержала победу над черопчинскими футболистами команда Амгинского Улуса. В Якутске во дворце спорта 50 лет победы сегодня сортовал чемпионат республики по мини-футболу второй лиги. Он продлится до 11 февраля. В соревнованиях принимает участие рекордное количество спортсменов. 28 команд и интерес объясним. Ведь разыгрываются путевки на финал, которые пройдут на седьмых спортивных играх народов Якутии. Они в свою очередь состоятся будущим летом в Амге. Мы очень волнуемся. Ведь сейчас решается дальнейшее участие нашей команды уже на играх народов Якутии. А как известно, в этом году они пройдут в Амгинском Улусе. Мне хотелось бы подвести своих земляков. Сейчас сыграли с командой из черопчи. Хочу сказать, что в прошлом году они были лидерами. А сегодня мы их победили. Значит, не в плохой форме находимся. Но в то же время мы понимаем, спорт есть спорт. И здесь может произойти все, что угодно. Накануне старта чемпионата состоялась жеребьевка, где команды распределились на семь подгрупп. По итогам розыгрыша группового раунда чемпионата две команды из каждой группы с наилучшими показателями выйдут в раунд плей-офф. Сыграть на стадии 1-8 финала смогут также еще две наиболее отличившиеся команды, занявшие в своих подгруппах третье место. Один из самых долгожданных спортивных событий этого года – чемпионат мира по футболу набирает волонтеров. Сегодня в Санкт-Петербурге начали принимать заявки от добровольцев из Якутии. Он пройдет в 11 городах России, в том числе и в культурной столице страны, сообщает официальный сайт Министерства молодежи и семейной политики Республики. Чтобы стать участником самого масштабного праздника футбола, желающим необходимо зарегистрироваться на сайте волоспб.ру, затем пройти онлайн-собеседование и обучение основам работы волонтера. Требования к кандидатам отбора – следующий возраст не меньше 16 лет на момент проведения мундиаля и знания английского языка. Прием заявок будет идти до 28 февраля текущего года. Продолжая тему командных видов спорта, завтра в славянском городе Люблина с сборной России в рамках полуфинала чемпионата Европы проведет встречу против команды Португалии во главе с именитым Рикординию. Игра стартует в 2 часа ночи по якутскому времени. Напомню, что наша команда получила право играть в полуфинале благодаря победе над хозяевами чемпионата команды Словении со счетом 2-0 в стадии четвертьфинала. В другой полуфинальной паре сойдутся сборные команды Казахстана и Испании. Эта встреча стартует сразу после игры россиян. Финал главного футзального турнира Старого Света состоится 10 февраля на арене Стожице. Это были новости спорта. Всего доброго!